Здравствуйте! Здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста. Волохов Виктор Николаевич. Расскажите, пожалуйста, какую позицию вы сейчас занимаете в Российской Федерации? Наверное, главную, потому что я президент Федерации водно-лежного спорта России. Уже очень длительный срок. Я с 95-го, вернее, с 2000-го я стал президентом, и я стал первым лицепрезидентом Федерации водно-лежного спорта России. Скажите, пожалуйста, как вы видите дальнейшее развитие спорта в России? Вопрос, конечно, интересный, но он достаточно сложный, потому что сегодня мы очень переживаем за наш спорт. Мы хотим, чтобы были хорошие результаты, тем более у нас исторически есть хорошие результаты. Еще с конца 80-х годов, когда наши знаменитые водно-лежницы нас начали прославлять на мировых водно-лежных аренах. Это с Натальей Румянцевой. Началось это даже с 79-го года, когда она стала впервые в 16 лет чемпионкой мира. 16 лет. Вот и вывела нашу страну на мировую арену. И я хотел бы сказать, что после этого как-то поступателей начало все больше и больше и больше, и водные лыжи стали одним из видов спорта, который стал все популярнее и популярнее в России. А первые водно-лежники у нас были, это ученые, физики из Дубны, которые освоили, они были гонолыжниками, потом начали осваивать водные лыжи. И как раз федерации позапрошлым году было 50 лет. И вот 50 лет наши прославленные физики до сих пор поддерживают этот вид спорта. Потом космонавты, они включили в свою программу водные лыжи и активно занимались. Между прочим, самый наш главный космонавт, первый космонавт Юрий Алексеевич Гагарин, он был, ну мы считаем, что он был президентом Федерации водно-лыжного спорта, но ему не позволили возглавлять всю федерацию. Он возглавлял техническую комиссию Федерации водно-лыжного спорта России. Он очень хорошо, у него был авторитет, он очень сильно начал продвигать водные лыжи. И с его именем мы очень далеко в свое время прошли. Потом появились, кроме румянцев, там много других имен, знаменитостей. И наш спорт водно-лыжный. Он стал в авторитете Международной Федерации водно-лыжного спорта. Ну, со временем появился вэкбординг в мире. Ну, и мы впервые в 2005 году провели чемпионат мира по вэкбордингу за катером в Москве, в Крылатском. Достаточно удачно. И это тоже было одним из толчков развития не только катерного вэкбординга, но и в это время начали появляться электротяги, то есть лебедки. С 2006 года клуб Румянцевой, как раз вот нашим нацемидой воднолыжнице, построил в Строгино лебедку. И потом они начали... Сегодня у нас 9, по-моему, круговых лебедок. Ну, часть риксоновские, часть вертиговские лебедки. Очень много сегодня реверсных лебедок. Очень много, и с появлением этих реверсных лебедок у нас появляются и достойные спортсмены, которые уже начинают показывать высокий класс. И я думаю, что в конце концов мы, так же, как и водные лыжи, продвинемся, составим конкуренцию воднолыжникам вейкбордистам мирового класса, как немецким, израильским и других. Так что... Я еще знаю, что в вашей семье есть и растет замечательный вейкбордист. Расскажите немножко о нем. Ну, вообще, наша семья, она спортивная. Мама у нас, она была президент... Не была она, есть президент воднолыжного клуба Натальи Румянцевой. Она четырехратная чемпионка мира, тридцатидвухратная чемпионка Европы, шестикратная рекордсменка мира, награждана многими медалями. Очень заслуженный спортсмен. Ну, в общем-то, она ведущая спортсменка России, тоже выросла в Дубне. Воспитывалась она у братьев Нихаевских, тренеров, которые, кстати, и изобрели, одни из первых изобрели лебедку в бассейне. И вот это помогло ей в 79-м году вырваться на мировую арену. Ну, Наталья, она, конечно, очень много внимания уделяет вообще этому виду спорта. Она затянула меня в этот вид спорта, чтобы я оказывал помощь. Ну, и, естественно, плод, совместный нас плод. Сын наш родился в 2001 году, Коля. Он в четыре года встал впервые на водные лыжи. На водные лыжи он покатался, потом ему не очень это понравилось, в водные лыжи. И он увидел, что сегодня популярен вейкборд. И начал заниматься вейкбордом, активно занимается. И, слава богу, уже есть результат. У него есть, конечно, пример. Мама, медали мадмина перед глазами. Моя что-то каждый день это видит. И такой остро неустремленный. Он, кроме вейкбординга, он говорит, что у меня жизни нет. Не дай бог что-то, если какая-нибудь, не дай бог что-то, я не смогу жить без вейкбординга. Он приходит с тренировок, уставший, занимается, опять изобретает какие-то, пытается изобрести конструкции, которые бы помогали ему бы именно в этом спорте. И я, конечно, иногда приходится ругаться на него, потому что некоторые вещи очень опасны, но, тем не менее, он пытается достичь результата везде. И вот я сегодня, вот даже здесь, в Хукете, приехал, я наблюдаю за его результатом. Он стремится, он стремится достичь высокого. У него есть цель. Он стремится ее достичь. И дай бог, если у нас, конечно, вот он здесь, приезжает в Москву, в другие стадионы, он приезжает с радостью, когда он привозит медаль какую-то, успех. Он приехал, он приехал, мама, я чемпион Самарской области, мама, я чемпион Болгородской области. И вот он с удовольствием ее приглашает, на всякие соревнования, он визит. Я этим, я рад, я горжусь, то, что у нас, как и есть продолжение мамы, продолжение в этом спорте. Что вы скажете тем деткам, которые хотят быть таким, как ваша супруга и ваш сын? Ну, я хочу сказать, чтобы если человек, уже ребенок, видит перспективу, он видит, что и когда он сроднится с этим спортом, когда он поймет, что это у него в крови, и тогда он будет, конечно, достигать результата. А если просто покататься, как многие пришли, покатались, отдохнули, и все. Но здесь надо стремление, здесь надо, чтобы он видит цель. И когда они видят друг друга, вот это вот то, что вы сегодня здесь проводите, конечно, молодцы, мне это нравится, потому что много детей, у вас здесь от детского сада до уже взрослых, и они видят друг друга, они перед друг другом соревнуются, потом идут, обсуждают эти все свои проблемы, фигуры, все остальное. И я думаю, вот на ваши стадионы, и дай бог, если у нас когда-то наш вид спорта станет олимпийским, вот те люди, которые сегодня у вас катаются, они могут стать на самую высокую ступеньку пьедестала, олимпийского пьедестала. И я желаю им в этом достичь хороших результатов, успехов. Мы тоже в этом уверены. Спасибо вам большое за интервью и за ваше время. Мы вообще очень счастливы, что ваша степь находится здесь. Спасибо вам. Спасибо вам большое. Спасибо.